Пятиэтажный дом номер 33 по улице Видовой был построен в 1972 году. В конце 2015 его признали аварийным. 47 квартир из 195 расселили в прошлом году. Остальных планируется переселить по региональной программе 2020-2021 года. Во время одной из проверок дома в начале февраля были обнаружены трещины в несущих конструкциях. Эксперты пришли к выводу, что дом опасен для проживания. За два года по некоторым силам трещины уже прошло несколько сантиметров решение. То есть продолжается движение. Сами стены продолжают разрушаться. Там уже есть признаки обозначения, которые оказывают давление на фундаментную конструкцию. В доме не расстелены 148 квартир. 88 из них являются муниципальными. Жители этих квартир до конца года будут переселены на улицу 20-й горно-стрелковой дивизии. Дома там будет строить положительно, зарекомендовавший себя в городе застройщик. Что касается оставшихся 60 квартир, которые находятся в частной собственности, их владельцы смогут получить компенсацию за свое жилье. Квартиры в доме небольшие – 14-16 квадратных метров. Полученные деньги жильцы смогут вложить в новую квартиру. Вы получаете компенсацию и вносите ее как первоначальный взнос за полноценную квартиру 28 квадратов. Остальные 14 квадратов предоставляются вам в уменьшенном размере за 50 тысяч рублей за квадрат в рассрочку на 2 года без процентов. Малоимущим на 3. 50 тысяч – это нигде не найдет сейчас этот самый за квадратный метр. Мы пойдем, конечно, перейдем в это жилье и доплатим эти все деньги. Никто против этого, никто не будет. Я так думаю, и собственникам вообще никто против этого не будет. А пока комиссия объявила в доме режим локальной чрезвычайной ситуации. Жильцам предлагают переселение в пункты временного размещения. На выбор будем прорабатывать с каждой семьей, в зависимости от возраста, от семьи. У кого детки, у кого школы, у кого садик. Значит, подобраны во всех районах города Сочи, куда мы можем переехать. Адлер, Хоста, Центр. Ну, Лазаревка – это далеко нам не подходит. На следующей неделе власти вновь проведут с жильцами встречу. Расскажут о механизмах получения новых квартир и ответят на вопросы. Ольга Десятого, телекомпания, ФКТ.